Мы прилетели рейсом аэрофлота в Турецкую Анталию. Это наша очередная охота в Турции, уже третья по счету. В планах на эту поездку у нас конийский муфлон и гибридный безаровый козел. Начинаем охоту с района города Коньи, куда нам ориентировочно в течение трех часов предстоит добираться. Ну а завтра будем смотреть утром пристрелка и вперед за очередными трофеями. Продолжение следует... Всего лишь 9 с небольшим часом пути и мы на месте в городе Конья. Сейчас что-нибудь перекусим, разместимся, переночуем и в пол седьмого утра на охоту. Мы заканчиваем сборы и нашу подготовку к завтрашнему выходу. Берем с собой в первую очередь сменную одежду, потому как четко не знаем сколько мы будем ходить по времени. Коврик берем с собой, потому что возможно придется где-то сидеть или лежать и ждать. И самое главное, собираем оружие. Кстати, данный карабин увидел у одного из известных российских охотников. Вся стрельба была близко блестящей, по крайней мере, то, что удалось увидеть. Поэтому это достаточно хороший знак для нашей завтрашней охоты. Оружие, хоть и не нами, не мной лично, и не моими близкими и знакомыми проверено, но... Все-таки надежда есть. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы попытаемся пристрелять оружие, потому что оружие у нас новое, и еще ни разу на охоту с нами не ездило. Пристрелять его должным образом заранее не получилось, поэтому украдем несколько минут у охоты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да? Третий повыше ушел. Первый, второй, третий, четвертый. Вот это пятый. Ну блин, можно еще сделать. Клик в сторону уже не надо. И по горизонту в принципе. По горизонту куда стоять можно? Нет, по горизонту не надо. Я сделал сейчас, вернул обратно. Влево вывел. Вот этот последний выстрел. Так может поверить еще разок? Я же вот его стрельнул последний. Стрельба так себе, если честно. Музык, мягко говоря, не совсем удовлетворительный. Но будем стрелять как получится и пользоваться тем, что есть. Вот к чему приводит неправильное оформление оружия на выезд. На вылет. Теперь будем охотиться в рукопашную, как говорится. Хью, лотик. Странная охота здесь, в Турции. Какая дистанция? 211. Где он там? Слева. Слева от чего? Слева группа. Он бежит сейчас? Да. Уже его нету, да? Ушел за склон. Нашли баранов. Подъезжали к ним на дистанцию 170 метров. И что-то засуетились, засуетились. Стрелять, не стрелять. Дистанция, оружие. С машины. В общем, и не выстрелили, и бараны ушли. И вот сейчас одеваемся и пойдем их искать. Ушли вот в том направлении. Группа большая. Хороший трофейный баран среди них был. Видели его. И в принципе можно было уже выстрелить. Но что-то вот все идет не так, как хотелось бы. Попробуем. Попробуем завершить все на мажорной ноте. Не знаю как получится. С такой пристрелкой и с таким настроением уповать только на Бога. Это не самirlет. Но я уже не знаю как приходит и не знаю как выходят. мы закрываем их стенд. К�-кук? У-у-у-у-у... У-у-у-у-у-у-у... У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Отлично! «Симон» Закончилась у нас охота на корейского мухлона Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь пошел снег Поэтому что нас ждет на дороге, мы посмотрим Но ехать ориентировочно 8-10 часов К ночи приедем и завтра с утра в бой Поехали отема Субтитры создавал DimaTorzok Едем по направлению к новому району охоты на Бизарова козла Сейчас сделаем пристрелку, но погодка Вчера мы, видно, выпросили у Господа себе экстремальную охоту И сейчас ее получаем И снег, и ветер, и гололед Все до кучи Окей Чуть-чуть бы подвернуть Бывал вот так, отлично Отлично С погодой сегодня совсем не повезло Ну вот прям совсем Только мысль о том, что козел сам себя не убьет Заставляет нас лезть в горы в такую погоду Так себе к нему подходить-то? Да Тот, который идет налево, он прошел сейчас под еще одним Под или надо? Под Нашли козерогов Сейчас ребята пытаются определить их размеры и трофейные качества И в принципе здесь можно будет подойти И с этой стороны оказаться выше их И подниматься-то здесь не более двух часов Из-за того, что снег идет, не можем пока определить дистанцию Нашли козерогов, которые нам нужны Безарвый, гибридный Определили примерный размер Единственное, что достаточно далеко отсюда Надо будет подходить Я думаю, что часа два-три у нас времени на это уйдет Но есть перспектива Пересмотрели уже достаточное количество животных Все оказались обычными безарвыми козлами Ну вот повезло Поэтому сейчас у нас наши гиды обсуждают план подхода Потому что с этой стороны подъем достаточно крутой Будем искать что-нибудь Пути решения всегда есть В общем, готовимся Пути решения будут Пути решения Пути решения Пути решения Продолжение следует... 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 Продолжение следует...